Всем привет! И еще раз по поводу опуса комсомольской правды, по поводу Александра, которого якобы незаконно депортировали в США, из США. Что я могу по этому поводу сказать? Совершенно очевидно, что Александр в предыдущие полгода работал незаконно в США по туристической визе. Откуда еще у человека деньги на то, чтобы полгода жить в США и не работать? Поверьте мне, в иммиграционной службе работают не дураки. Да, есть люди действительно, у которых крупный бизнес, которые могут вести его дистанционно, позволить себе не работать. Я таких людей знаю, они вот на полгода зимой приезжают в США, потому что им в Москве холодно. Полгода живут в США, в Майами, а потом возвращаются в Россию, полгода живут в России, потому что больше шести месяцев они жить во Флориде не могут. Но они показывают свою фирму, свой официальный доход, который можно просчитать и увидеть, что человек да, он может спокойно, не работая в США, прожить эти полгода, не приступая к незаконной работе. А вот Александр, я не знаю, что хочет добиться Александр тем, что он обратился в Комсомольскую правду. Ему сейчас поставили бан на 5 лет. Ну а если сейчас эту статью прочитают в посольстве, то у него бан будет навсегда и будет вынужден работать только в России, в США он никогда не попадет. И даже, кстати, если выиграет грин-карт, есть риск тот, что ему ее потом на собеседование не одобрят из-за того, что он незаконно работал в США. То есть такой риск тоже есть. Что касается выдачи виз, почему бывают отказы? Отказы бывают, как правило, тогда, когда человек не может доказать связи с Родиной. Самое главное – это показать место работы. И очень часто спрашивают, а что вы делаете на работе? То есть всякие вот эти нюансы на интервью, малейшей несостыковки, идет отказ визе. То есть, конечно же, когда кто-то приходит молодой, безработный или непонятно чем занимается, то это 99,9% – это отказ. Также отказ в туристической визе будет практически всем тем, у кого родители находятся в США по грин-карте или по гражданству. Там сразу говорят, оформляйте воссоединение, оформляйте грин-карту, вы потенциальный иммигрант, визу мы вам туристическую не дадим. Когда приезжают родители, родителям дают. Родителям дают без проблем, они не рассматриваются как потенциальные иммигранты. А вот дети, они рассматриваются как иммигранты, поэтому идут отказы. У папы был случай, это тогда, когда еще после собеседования визы выдавались на руки, перед ним получали визу такая презентабельная пара, и им поставили отказ, причем, судя по всему, отказ был совершенно неожиданный. Они были в легком таком шоке, присели, молча посидели, и потом супруг говорит, ладно, пойдем. И когда вечером мой отец приехал получать свой паспорт, самое интересное, эта семейная пара получала свои паспорта с визами вместе с ним. Вот к вопросу о выдаче виз, о влиянии связей, знакомств и всего прочего. Так что вот такие нюансы тоже бывают. По поводу депортации на въезде, отец был свидетелем такого случая, перед ним стояла девушка, у нее спрашивает, чем вы занимаетесь? Она говорит, я певица, вы собираетесь ли петь в США? Она такая, да, может быть в барах там буду петь, она по туристической визе въезжала. И они у нее спрашивают, а вы собираетесь за это брать деньги? Она такая, ну, хотелось бы. Все, это 100% депортация, они сами прокалываются. Тут есть мужчина, к нему приехала невеста, точно так же сама прокололась. То есть у нее спросили, а как вы собираетесь, вот вы приехали, на сколько вы приехали? Она говорит, на полгода. А на какие деньги вы собираетесь жить? Она такая, ну вот, может я там буду помогать, ухаживать за больными там. Ну зачем? Естественно, ее тоже продержали несколько часов и депортировали первым самолетом в Россию. В наручниках. И плюс еще отслеживают по социальным сетям. В любом случае человек, который полгода по туристической визе просидел в США, всегда будет вызывать подозрения. А Александр, судя по фото, не производит впечатления такого человека, у которого настолько стабильный бизнес, чтобы он мог себе позволить не работать. Скорее всего, там все фиктивно. И справки с работой, якобы он бизнесмен. И справки о том, что у него такая сумма есть, что якобы у него 10 тысяч долларов. А куда у него 10 тысяч долларов? Ну, не смешите меня. Эти справки рисует только так. Он там справку им совал в нос, что на русском языке, что у него там 10 тысяч долларов лежит на счету. Ну, смешно. Просто смешно. Я вообще не уверена, что такой человек на самом деле существует. Комсомольская правда просто хайпануть хочет. Поэтому ни фамилия не указана. Может, просто там из интернета взяли чью-то фотографию и решили придумать такую историю. Потому что, как правило, о таких историях люди не распространяются. Потому что все-таки планируют в будущем решить как-то вопрос, получить визу. Потому что по туристической визе в США работает далеко не от хорошей жизни в России. Кстати, про Александра было написано, что он из Москвы. Вот там многие патриоты мне поют, как хорошо в России живется. Вот так хорошо живется, что люди, проживающие в Москве, летят в США, рискуют и работают нелегально под туристической визе. Ну, вот такая хорошая жизнь получается в России. Там еще в комментариях под моим постом один мужчина написал, что он приезжал месяц, поработал по рабочей визе, огромная конкуренция, он уехал. Что-то непонятно. Если ему дали рабочую визу, это значит, что у него было место работы, на которое он приехал. Тогда какая ему разница, что была конкуренция. Все это блеф. Человек, скорее всего, приезжал по туристической визе, понял, что выносить горшки или нелегально работать на стройке он не готов. Месяц помыкался, потыкался, приехал, скорее всего, без денег, денег на жилье не было. Как бомжатники. Ну, естественно, ты приехал без денег, без работы, по туристической визе. Что ты хотел, чтобы тебя поселили в Мариотт и кормили завтрак, обед, ужин? Да? Ну, реально. Вот эти вот сказки мне рассказывать про то, что там кто-то приезжал по рабочей визе на месяц, ему не понравилось, он уехал, это не ко мне. Там тот же Вячеслав правильно по этому поводу высказался. Ну, смешно. Смешно. Детский сад. Так, я приехала. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok